всех приветствую сегодня 4 июля мы с вами находимся в воронежской области каширском районе на поле озимой пшеницы сорта льговская 4 репродукция 2 предшественник горох уже совсем скоро в нашем регионе стартует уборочная кампания поэтому сегодня мы хотим затронуть тему прогноза урожайности на зерновых культурах а именно хотим показать как простым методом посчитать биологическую урожайность пшеницы подсчет биологической урожайности будет полезен в следующих моментах при планировании стратегии уборочной кампании ориентировочном понимании общего вала урожая поля предупреждение потерь получение компенсации случае страхования урожая и в проведении научно-полевых опытов выбираем типичный участок длиной один метр и считаем количество продуктивных колосьев на данном участке у нас получилось 80 продуктивных колосьев теперь мы измеряем ширину междуряди для того чтобы получить коэффициент перевода в квадратный метр ширина междуряди у нас 12 сантиметров для получения коэффициента мы 100 делим на 12 и получаем значение 833 выбираем несколько средних по размеру колосьев и считаем среднюю зерненность колоса вот мы выбрали с вами 5 средних колосьев посчитаем теперь количество зерен на пяти колосьев по итогу насчитано 159 зерен среднее значение озерненности 31 и 8 зерен с одного колоса перемножаем полученные нами данные количество колосьев с одного погонного метра 80 мы умножаем на коэффициент 833 умножаем на среднюю озерненность 31 и 8 и умножаем на среднюю массу 1000 зерен на 42 все перемноженные значения мы делим на 10000 и получаем результат биологической урожайности в данном случае у нас получается 89 сантиметров с одного гектара проводим данную процедуру в нескольких повторностях и получаем более точный результат сегодня 24 июля 2020 года мы проводим уборка зимой пшеницы в каширском районе на данный момент мы провели уборку опытного участка на котором проводили подсчет галактической урожайности и теперь у нас есть данные фактической урожайности уборки комбайна урожайность на данном участке составила 77,6 центра с одного гектара исходя из данного эксперимента мы можем рекомендовать данную методику подсчета биологической урожайности на ваших полях